МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Есть такое понятие оружие победы. И когда его приводят, всё время почему-то вспоминают в первую очередь про легендарные «Катюши», про знаменитый танк Т-34, про автомат ППШ и истребитель Як-3. Но почему-то только во вторую очередь вспоминают о том, что война и победа были вывезены и вывезены автомобилями. 380 тысяч машин, пропавших на фронте. Это серьёзная цифра, если учесть, что за рулём каждой из них как минимум сидел военный водитель. Сегодня мы говорим о военных машинах и о людях, сидевших за рулём Виллисов, Полуторок, Доджей, Зисов, Судебекеров. Всего 26 моделей и марок. К сожалению, мы не могли рассказать обо всех машинах военного времени и показать всех героев-шофёров, участвовавших в войне и колесивших по военным дорогам. Мы не могли собрать их здесь всех, естественно. Однако кое с кем из этих героев и машин, и людей мы вас сегодня познакомим. Выбор автомобилей, который у нас здесь и сейчас, не случайен. Итак, у нас представлены знаменитый ГАЗ-ММ или Полуторка. Она олицетворяет советский автопром. Легенда войны. И две американские машины – это Виллис и Доджей. Это тема Ленд-Лиза. И, в общем-то, соотношение это, оно не случайно, потому что во время войны, за время войны, наш советский автопром выпустил 250 тысяч автомобилей. А по Ленд-Лизу к нам пришло аж 477 тысяч. Но всё равно начнём с наших. ГАЗ-ММ. До этого ГАЗ-АА, а до этого Форд-АА. Наряду с ЗИС-5, Тулебекерами и Шевроле легендарная Полуторка стала главным героем фронтовых дорог. А ведь конструкция была идеально создана и для индустриализации, и для дорог Второй мировой. Двигатель сначала 40, потом 50 сильный, вроде бы не особо мощный, но он обладал потрясающим крутящим моментом на низких оборотах, и машина могла ползти на второй передаче практически на хвосты. Дорожный просвет в 29 сантиметров позволял использовать этот автомобиль там, где дорог не было вовсе, и даже порой не было направлений, а именно там разворачивались основные действия Второй мировой войны. Конструкция простая, спартанская, но до предела совершенной. Сев за руль этого автомобиля, даже несмотря на несинхронизированную коробку, научиться на нем мог ездить каждый буквально за 15 минут. Но в 1942 году эта поистине идеальная, совершенная конструкция претерпела еще одну серьезную рационализацию. Именно такой автомобиль и был восстановлен недавно в мастерской Евгения Шаманского. Поскольку эта машина была рождена в военные коды, то была абсолютно экономичной. Вот посмотрите, вместо металла, дерева, вместо крыши брезент, одна фара. Такие замечательные, интересные двери. Сейчас попробуем их раскрыть и посмотреть, как это было. Вот такие вот брезентовые двери. И даже не было передних тормозов. Удивительно, что на этой машине не только ездили, но и воевали. Причем в любое время года. И надо сказать, что к 400 килограммам грузов, которые перевозили по Ладожскому озеру, можно было добавить еще 100 килограммов муки. Вот такая была замечательная машина. На самом деле вариантов полуторки была масса. Еще один, можно назвать его промежуточным, был испытан нами перед нашей экспедицией на Дорогу жизни в апреле 2006-го. ГАЗ-А. Справедливости ради стоит заметить, что изобретения это не наши. Лицензионный грузовичок Форт-А грузоподъемности полторы тонны образца 29-го года стал первым массовым советским автомобилем. И он же возглавил список военных потерь. Легкая и шустрая полуторка составила примерно три четверти парка легендарной Дороги жизни и больше половины автомобилей, которые везли крупицы Победы на фронте и в тылу, были тоже ГАЗ-АА. У нас на тестовом экземпляре немножко залепает педаль сцепления, но это для старушки, которая уже 60 с лишним лет, простительно. Кстати, мы имеем дело с образцом настоящего военного времени. Уже с прямоугольными крыльями, с деревянными подножками, и с деревянными же дверями. Вынуждены изменения дизайна, дефицит качественной стали для штампованных деталей, но когда металл заменили деревом и брезентом, удалось сэкономить 100 кг веса. Полуторка образца 42-го стала апофеозом конструкторского и технологического аскетизма, но это имело и свои положительные стороны. Кузов можно было бы подчинить в любом лесу из подручных средств. Двигатель перебирали за час. Известный случай, когда вместо стальных вкладышей в дело шел нарезанный солдатский ремень. Несмотря на то, что пройдет рулитель руля, здесь никто и не слышал. В решении руль крутится на удивление легко, и даже на месте. Собственно, и женщины-водители могли поворачивать руль без особых проблем. Вообще, военные рули — это отдельная тема. Это своеобразные диститутные карточки шофера. Но главной особенностью автомобилей военного времени имеется в виду именно ГАЗ-2. Это было отсутствие тормозов на передних колесах. С другой стороны, скорости были такие, что даже если ты выжимаешь сцепление и едешь ногатом, автомобиль останавливается буквально за считанные метры. За счет довольно больших колес и большого дорожного просвета полуторка отлично себя чувствует практически на любой дороге. Да, ресторная подвеска, естественно, трясет. Но, с другой стороны, чувствуешь себя на угле любых колдовинах абсолютно уверенно. Но главное — водить и чинить полуторку можно было получить кого угодно за два часа. Правда, нужно учитывать, что эта задача облегчала очень высокое качество сборки. И я сомневаюсь, что хоть один современный наш грузовик мог пройти через все это. Да и люди, в общем-то, тоже. В ночь с 31 на 1 января 1942 года на дороге жизни, которая соединяла Ленинград, осажденный со всех сторон немцами и финнами с большой землей, произошел следующий случай. Существовал приказ, который категорически запрещал перевозку в Ленинград каких-либо других продуктов питания, кроме круп, муки, макаронных изделий, мяса и мясных консервов. И контроль за перевозками осуществлялся очень жесткий. Но контролеры не смогли воспрепятствовать перевозке в Ленинград в эту ночь фруктов, которые прислали из Абхазии для детей Ленинграда. Это были мандарины. Была очень жесткая инструкция. Очень жесткая. Перевезти всего за два часа. Потому что иначе мандарины замерзнуты, они потеряют вкус и вообще там свое качество. И вот два водителя, Михаил Твердохлеб и Филипп Сапожников, взялись перевезти этот груз в Ленинград. По дороге они подверглись ожесточенному налету. Целая эскадрилья немецких самолетов обстреливала их. Полуторка Твердохлеба получила по полной программе. Рядом с ней разорвалась бомба. Сама машина была обстрелена пулеметным огнем самолетов. Было разбито ветровое стекло. И все лицо Твердохлеба было изрезано вот этими осколками стекла. Более того, был поврежден один глаз. Но Твердохлеб довез груз. Хотя и с большими трудностями, но довез груз до Ленинграда. На долю Сапожникова выпала более сложная задача. За ним стал охотиться немецкий мистер Шмидт. Сапожников съехал с дороги жизни. Уворачивался от этих очередей, от этого самолета. И, наконец, его машина столкнулась с Торосом. Машина заглохла. Немецкий летчик подумал, что убил водителя и улетел на базу. Предстояло снова завести машину. Но это было чрезвычайно трудно сделать. Потому что мороз был более 25 градусов. Он открыл капот машины, осмотрел ее и увидел, что на двигателе уже лежит изморозь. Ему нужно было завести машину, топливо в которой практически замерзло. Он смочил в бензине меховую варежку и стал прогревать ей двигатель, одновременно пытаясь завести автомобиль. Варежка сгорела на его руке. Он стал согревать двигатель с другой руки, смочив другую варежку, пытаясь завести машину уже ногой. Через полчаса двигатель завелся. Но руки Сапожникова были сожжены до костей. Он вернулся в кабину и вел машину локтями. Когда он подъехал к Вагановскому спуску, это спуск пограничный, это въезд в Ленинград. Регулировщики движения обратили внимание на то, что водитель едет с поднятыми руками. Они ужаснулись, увидев, в каком состоянии были его руки. Просто торчали из обгоревшего мяса кости. До тех пор, пока у него не приняли груз, он не оставлял машину, а потом был госпитализирован. Михаил Твердохлеб и Филипп Сапожников не были никак награждены за свой подвиг. Они просто выполняли свой долг. Но в памяти питерцев они остались навсегда. А еще фронтовые дороги помнят ЗИС-5, трехтонка, которая сумела не только вывести войну, но потом еще и поднять страну из пепла. Именно на ней воевала Анна Сергеевна, 17-летняя девчонка, ростом метр пятьдесят пять. Я когда написала заявление, добровольно хочу защищать Родину, и меня прям в раз послали в автошколу. Я там училась четыре месяца, а потом нас отправили в город Городец, в автоучебный полк. Там четыре месяца и все, и по частям распределили. Я попала в воздушно-десантные войска, а потом нас перевели в сухопутные войска, и мы пошли на фронт. Это было под Веной, есть город Презбаум, ну километр двадцать пять от Вены. Там госпиталь. И там были раненые наши. С одной стороны наши, а с другой стороны немецкие. Ночью бой шел за этот участок. Ну вот. И теперь, знаешь, мне сказали, поезжай вот сюда, вот туда, в этот самый, на территорию госпиталя. И там, говорит, надо наших раненых вывозить. Мне говорят, давай поехали. Я только завела машину, и вдруг откуда ни возьмись, фашист выскочил с автоматом. Я поехала, а он начал стрелять, куда попал. А когда я вот так развернулся, он увидел, что девчонка за рулем. Начал по кабине стрелять. И мне бок прострелил. Но я... А у меня полный кузов раненых было. Я не бросила машину. Все равно ехала, ехала, ехала. И уехала. Вышла вся в крови, но солдаты там все целые остались. Вот за это мне наградили Орден Славы. Однако, повторимся, военный парк в большей степени пополнялся за счет зарубежных поставок. Но за рулем этих машин сидели наши люди, и работали они на нашу победу. Было мне 16 лет. Я работал учетчиком тракторной бригады. Вот в замполиту обратился как-то. Он говорит, знаешь, что есть место шофера. Хочешь пойти на курсы? Я говорю, конечно. Кончил курсы и стал работать в МТС. Дали мне полуторочку. И на этой машине я проездил два месяца. А после этого меня призвали в армию. И вот начиная с 43-го года и по сегодняшний день, вот 64 года, мой шоферской стаж. Приходилось ездить на Виллисе, на ЗИС-5, как короткое время. И даже на Студебекере удовольствие получал. Грузовые машины, конечно, для меня самый прекрасный был «Шевролет» грузовой. Обслуживание у нас было очень хорошее, потому что после наших машин грузовых, после полуторки, которую мы могли заливать, любое горючее и любая смазка, она терпела. Тут требовалось всегда соблюдение. Вот даже больше у меня был такой случай. Стал давать задний ход, и мотор чихнул в карбюратор. А в «Шевролетах» в карбюраторе была... В воздухоочистителе была мелкая стружка промасленная. И вот чихнуло туда, эта стружка загорелась, потянуло в карбюратор, расплавился диффузор, и всё, и машина встала. И так же у меня пришлось... Это, правда, спасло мне жизнь. Потому что сказали, хорошо, давай миновый гружай, миномёт отцепили, мы тебе привезём. Карбюратор, сиди, жди. И мы, значит, с напарником выкопали яму, нагнали туда машину, на эту яму, и под неё спрятались. Через несколько часов привозят мне карбюратор. Я ставлю карбюратор. Завели машину. Приезжаю на часть, батарея разбита. Ребята попали под усиленную бомбёжку. Из моего отделения одного шофёра засыпки на беднягу убило. Всё. А я в это время вот сидел с иностранной техникой. Иномарки предпочитали и многие наши военачальники. Додж три четверти. Собственно, почему три четверти? Потому что эта машина могла перевозить 750 килограммов. То есть три четверти тонны. Основное предназначение этого автомобиля – перевозка оружия. Но существовали другие модификации этой машины. Это санитарные автомобили, машины-тягачи, машины-грузчики, вот такие вот командирские. Эти машины тоже поставлялись к нам по Ленд-Лизу и собирались в России. Но из 90 тысяч собранных Доджей три четверти, вот таких командирских было сделано всего лишь 459. Но для нас именно этот автомобиль ценен вдвойне. Дело в том, что вот на том месте, где сейчас сидит Маша, в 45-м году сидел сам Георгий Константинович Жуков, когда его в этой машине возили на экскурсию во французскую зону оккупации. Додж-машина открытая, скакать по ухабам в плюс 15 на ней одно удовольствие. Однако война шла круглый год. И пометуя об этом, мы загодя провели ее тест в минус 15 на том же полигоне. Идея построить полноприводную многоцелевую машину будоражила умы и европейцев, и американцев все предвоенные годы. Но брутальные и неубиваемые на фоне архитичных европейцев аппараты удалось построить лишь за океаном. «Виллис» выступал в малом весе, «Додж-3,25» названный так за 750-килограммовую грузоподъемность в среднем. Увы, лавры бравого солдата достались именно «Виллису». «Додж» остался в тени. А зря. Получилось потрясающе многофункциональное шасси, артилерийский тягач, санитарка, машина связи. «Додж-3,25» начали собирать в 42-м году, и за три года производства до 45-го успели сделать 253 тысячи штук. С самого начала выпускалось 4 типа кузова, потом их стало еще больше, однако вот этот вот, командирский, оснащенный радиостанцией, был самый редкий. Именно в такой комплектации машин с лебедкой было сделано всего лишь 500 экземпляров, однако конструктивно все остальные «Доджи» были очень похожи. Например, запаска неизменно стояла именно на этом месте, как дополнительная защита водителя от пуль. Вообще, посадка за рулем «Доджи-3,25» идеальной, не назовешь с точки зрения современной эргономики. Ну, чего стоит хотя бы вот эта педаль газа, которая расположена практически посредине над тоннелем трансмиссии, а «Голень» упирается в рычаг лебедки. Однако Карл Сачнов, тренер сборной СССР по ралли, вспоминал, когда он, молодой военный водитель, в 1944 году сумел вывезти свой «Доджи-3,25» из-под обстрела только благодаря тому, что педаль газа расположена так высоко. Он сумел нажимать ее рукой. Примитивными, между тем, органы управления не назовешь. Это выверенный армейский минимализм. Собственно, это касается и всей конструкции. Полный привод с двуступенчатой раздаткой, проверенный на предыдущих машинах форсированный до 92 сил низкооборотистый двигатель. Пройдя Вторую мировую, «Додж-3,25» отправился воевать в Корею. В отличие от «Виллис» и «Судебекера» и других известных громких ленд-лизовских брендов, «Доджи-3,25» после войны не выжил в советском народном хозяйстве. И виной тому не шины, как многие полагают, вернее, не отсутствие шин, нет. Наши научились делать шины, наладили производство. А вот хорошего моторного масла так делать и не научились. А «Доджи-3,25» оказался большим гурманом. Но помимо откровенно военных машин, к нам попадали и представительские седаны, которые поступали в распоряжение высшего генералитета. Правда, эти машины не очень соответствовали реалиям фронтовых будней. «Я помню, под Тверью, без генштаба в Бюеке, Бюек, шипов-то не было, ехали уже от Конева в Москву, с сухого асфальта я попал на лед. Бюеком его стал оставить так под 180, так под 180, здесь тормознул бы, во! А я рули, газ, рули, газ из пике вышел. Сзади, как же ты спас? Я вот так спас ее. За руль я сел 12 лет уже. И работать стал уже с 17 лет с шофером в 1934 году. С 1934 года. И проработал я шофером до 75 лет. Я же не коммунист был. В Кремле с шофером, все коммунисты. Как же ты так не коммунист? Я вот так вот. Когда ехали, его шофер пожилой был, с усами, попал в кувет с ним, в кувет, под тверью. Начальник охраны подбегает, а я сзади на хвосте, на ремке. Саша, ты же гонщик, иди, помогай! Я сел в этот вездеход, включил ему передний. Софер стоит, трясется. Включил передний мост с кувета, выехал. И мы поехали в Ельню. На следующий день под Ельней этот начальник охраны говорит, повезешь самого. И вот я самого повез на ГАШ-61 в 1941 году, и проработал с ним 8 лет, с Георгием Константиновичем. Вот на этом Покарде я его привозил на подписание акта капитуляции. Это как раз под Берлином. И все же, наверное, самыми известными иностранными машинами на полях сражений стали Виллис и Студебекер. Ой, Студебекер. Сижу вот так в машине. Смотрю, лейтенант, вот так прошел, вот так прошел, туда-сюда, так вот бегает. Все. Потом подошел там к ребятам, говорит, у него ранило водителя, и его в госпиталь забрали. А машина полна, груженная этими снарядами, ну, ящики, Студебеки. А они говорят, а вон девчонка сидит, она тоже шофер. Он подбежал ко мне. Я говорю, да ты что, я вообще на Студебекер никогда не ездил. Миленькая, как тебе зовут? Я говорю, Аня, Анишка, миленькая, ну давай, я тебе буду помолзать. А там недалеко, ну что, метр, наверное, пятьсот, не больше, уже бой идет. Ему туда надо довезти, это, Студебекер-то. Ну что, села, стоя, ехал к обеде. Ну, доехал, довезла. Уж он меня целовал, 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 целовал. Но теперь вспомним про Виллис, из которого пошли и Тойота Лэнд Крузер, и Миссан Патроль, и, собственно, наш УАЗ. Итак, Виллис, самый знаменитый внедорожник. Один военный корреспондент сказал, он верный, как собака, выносливый, как мол, и проворный, как горный козел. Качество этой замечательной машины оценил даже генерал Изенхауэр, главнокомандующий союзными войсками в Европе. А еще достоинство Виллиса сумел оценить даже президент Рузвельт. Именно его возили на этом автомобиле на Ялтинской конференции. Но нам эта машина известна как автомобиль, на котором передвигались все наши военно-начальники, включая маршала Жукова. 50 тысяч таких автомобилей было поставлено в СССР по Ленд-Лизу. Да что поставленных и собирали и в Москве, и в Горьком. И еще, ведь именно с него, с него пошла марка Jeep. И она всегда будет напоминать нам и о той войне, и о той великой победе. И о той самой безупречной схеме, лучше которой пока еще никто ничего не придумал. Два ведущих моста, жестко подключаемый передний, понижающая передача в раздатке и, собственно, все, что нужно для борьбы с серьезным бездорожьем. Эти автомобили выпускались сразу на двух заводах на Уиллис Оверленд и Форд Мотор Кампани даже после войны. Но легендарным он стал сразу не только потому, что на нем ездили и солдаты, и маршалы, а прежде всего и потому, что это был первый в истории стопроцентно продуманный с точки зрения технологии боя автомобиль. Трудились на дне около 150 серьезных конструкторов. Три скорости, причем сделано все так, чтобы было солдату удобнее, он особо не думал. Первая скорость к себе, а задняя от себя. Колеса, а точнее диски, состояли из двух половинок. Солдату очень легко было их демонтировать. И сама резина была несколько жестче, чем вот обыкновенная резина. Если даже резина пробивалась из крупнокалиберного пулемета, это давало возможность довести машину домой. Если нужда была решать вопросы с трансмиссией серьезно, то подходили солдаты, брали ее за ручки, переворачивали на бок и спокойно решали вопросы, связанные с передним мостом, коробкой раздаткой, задним мостом. Затем зеркала антибликовые, это 60 лет тому назад. Фары, которые имели двойное назначение, чтобы их можно в нужный момент, перевернув вот таким вот образом, осветить внутреннюю часть. Если, ну это в целях светомаскировки, получалось так, что может быть не направленный свет, можно было бы сделать отраженный свет. Отражение от асфальта давало такую возможность. 11 июля 1943 года в деревне Ержино, где располагался штаб 3-й армии, который командовал Горбатов, высадился немецкий десант. Ну, цель простая, уничтожить командование армии. И десантники немецкие заняли позиции вокруг этой деревни и открыли по ней урагальный огонь. Все это было очень неожиданно. Но для водителя Смердякова, водителя командующей армии, это не было неожиданностью. Он вскочил в свой виллес, вот точно в такую же машину. И поскольку у него не было другого оружия, кроме машины, он поехал на виллесе на позицию пулеметчика и раздавил пулеметный расчет своим виллесом. И все же в той великой войне победили не машины, а люди, наши люди. За этой низкой поклонной огромная просьба оставаться с нами подольше. Ведь таких людей больше не делают. Вот так вот, мои хорошие. А сейчас мне 90, дай бог доживу еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова